В общем, хочу до вас донести, передать вот свое такое все возрастающее, скажем так, возбуждение. Это оно появилось после конференции, вводной конференции по проекту VisionFit, которая состоялась на прошлой неделе. И если вы не слушали эту конференцию, обязательно найдите записи, послушайте, переслушайте еще раз, даже если вы слушали ее. Потому что вот я буду, не буду ее повторять, буду опираться на информацию данную в этой конференции, но делать какие-то свои акценты, которые мне также показались важными. Готовясь к сегодняшнему нашему разговору, я вчера случайно попала на сайт VIP GroupNet, на страничку нашего последнего журнала «Планета людей». И, в общем, начала его листать, и, в общем, обнаружила отзывы участников первого проекта VisionFit. То есть сейчас открывается, начинается третий проект. Ну, давайте просто зачитаем, потому что вот нам сейчас нужно... Вы, наверное, чувствуете мое необычное возбуждение. Так, давайте, уважаемые, непонятно кто, ДСВ, не будем сейчас сбивать спикера с темы, с мыслей. Вот давайте иметь, как бы, правильные привычки, ровно так же не писать, не нужно писать в сессии бесконечные вот эти свои вопросы, на которые пока нет ответа. И прочитайте внимательно пост, о котором говорила Елена Пестова. Думаю, что там ответы на большинство ваших вопросов. И будем корректными, и понимать, в общем, обратитесь к спонсорам, если чего-то не понимаете. Ну, не надо всех вот дергать вот этими бесконечными вопросами, направленными не туда и не тем. Извините за мою горячность, но, что называется, накипело. Итак, возвращаемся. Значит, проект VisionFit. Идея создания лучшей версии себя с VisionFit. Это я уже добавляю. Отличная цель на февраль, март, апрель. Ну, вот вы почувствовали, как меня сбил вот этот посыл в чате, да? И я думаю, что он сбил не только меня, но и всю нашу компанию. Вот это все перепалки, вот эти все, я прямо откровенно говорю, истерики во всех чатах. Ну, это только я понимаю этих людей, но не понимаю, почему такая реакция. Это все от недоверия, от незнания, может быть, какой-то информации. Но вот именно сейчас есть возможность от этого уйти. Вот выйти на какую-то платформу и начать движение вперед и вверх. Почему вверх? Вот в конце моего выступления вы увидите еще один важный момент. Здесь просто вот такие лозунги, цитаты, которые нам пригодятся для работы, для тех, кто войдет в этот проект. А войти в него должны все. Мое личное мнение, что это то, что сейчас каждого из нас вернет в рабочее русло и заставит двигаться вперед и вверх. Итак, VisionFit – отличный образовательный проект, соответствующий философии компании. Точка. Именно проект VisionFit стал решающим фактором принятия новичками, решения быть в компании. Точка. Вот просто цитатник. Это фразы, которые мы можем и должны использовать. Вот в своей раскрутке этого проекта, в раскрутке каждого себя внутри этого проекта. Мне показалось симпатично именно вот послание Марины Лебедевой, которая говорит, что участие в этом проекте не только помогло изменить свои прежние привычки и образ жизни, но и стало для нее настоящим вызовом. Вот, собственно, я сейчас о себе и хочу сказать, что я сама себе делаю вызов войти в этот проект. Я не ставлю цель, вот здесь смотрите, вторая цель, замахнуться на один из главных призов появилась не сразу. Елена Кристофи сказала, что очень часто большинство претендентов сдается уже на старт, и соревнования за главный приз конкурентов на самом деле не так уж много. Вот я тоже вам говорю, что сейчас я не ставлю цель победить в одной из трех номинаций, о которых я буду говорить чуть дальше, но я ставлю цель, ну, скажем так, живота у меня особого тоже нет, чтобы его убирать. Веса лишнего нет, я даже не очень понимаю, в какой номинации я буду соревноваться. Но это именно то, что это соревнование, которое заставит меня что-то делать, что-то делать и, ну, скажем так, начать действовать. Начать действовать именно в плане развития своего бизнеса, который ему последние годы просто откровенно чахнет и никуда он не движется. А в процессе стагнации стоит уже много лет и не только у меня, согласны? Вот, значит, что пишет Марина Лебедева. Значит, в первую очередь для достижения результата мне понадобилась жесткая дисциплина. Это то, чего мне не хватает, прежде всего, в своем бизнесе, в своей жизни. Я плыву обычно по течению и не могу добиться результата, которые я ставлю, ну, цели, которые я ставлю. Это главный секретный ингредиент моей победы. Каждый день вести дневник по правильному питанию, каждый день тренироваться, каждый день писать отчеты. То есть меня это сейчас просто пугает. Пугает и в другой ситуации, и в прошлый раз я туда даже и не шагнула ни разу. В первый, ни в второй проект. Чтобы что, ну, вот мотивация, чтобы что-то написать, надо что-то сделать. Итак, эта дисциплина и жесткая дисциплина – главный секретный ингредиент моей победы. То есть это стало, значит, толчком к победе Марины Лебедевой. Я цепляюсь за то же самое. Да, и, кстати, вот подкорректировать фигуру. Когда под 60 лет, 20 лет на продукте, вроде бы нет никаких проблем, но все равно я вот вчера, возвращаясь с лыжной прогулки, обогнала с лыжами в руках старушку, которая с трудом тащилась, и она мне сделала комплимент. То есть я поняла, что она мне завидует, что я ее на повороте, на скользкой дороге обогнала, и я с лыжами. А я внутри себя чувствую, что я в 70 уже, может быть, так не буду. Вот энергично двигаться, как моя бабушка в 85 не позволяла никому себя обогнать. Я чувствую, что у меня не хватает вот той внутренней энергии, именно движения, и живу я уже вот в этом Петербурге без солнца 20 лет. И сколько бы ни ела продукта, просто физического движения действительно не хватает мышечной массы, не хватает вот мышечного корсета. Но я могу себя организовать на какое-то действие только в каком-то коллективе при поддержке этого коллектива, при помощи и взаимном участии. Итак, это моя личная цель. Каждый из вас может увидеть или не увидеть для себя что-то свое. Идея проекта создать, создай лучшую версию себя, и она звучит очень-очень хорошо, очень убедительно. И вот в сессии уже, значит, в отчетах появилась новая вкладка Vision Fit 3 сезон. Нажав вот сюда, вы уже видите, пока у меня там по нулям, но вы чувствуете мою горячность и понимаете, что я зажгу всю свою первую линию. Ну, по крайней мере, цель я такую имею, зажечь всех своих дистрибьюторов, внести в этот проект. Я не заработаю на тех, и никто не заработает на тех купонах участников, которые, значит, будут приобретены. Но именно цель проекта увеличить количество новых активных партнеров в организациях участников проекта. То есть, если дистрибьютор не войдет в проект, он не даст шанс своим новичкам, своим каким-то, ну, потенциальным клиентам, а, значит, стать, ну, активными дистрибьюторами. И именно активных партнеров сделайте вот здесь важный акцент. А поймите, что даже, вот, наверное, на следующем слайде, да, нет, я вас сейчас еще раз весну, вот, для участия в проекте не нужно покупать продукцию. Кого-то это возбудило и вызвало жуткое раздражение, типа, вы вообще за товароборот не борете, да. Но обратите внимание, что первая, вот, самая цель проекта увеличить количество новых, новых активных партнеров, новых активных партнеров людей, которых у нас уже давно нет, которые не просто, как бы, покупают продукты как клиенты, но и начинают приглашать в бизнес, потому что активные, потому что они включились в бизнес. И проект номер один и номер два показали, насколько мощно растут новые структуры, молодежные структуры. И среди задач проекта стать дополнительным эффективным инструментом для привлечения как можно большего количества участников с холодного рынка. Ну, я тут хочу сказать, что все мои одноклассники, как-то я с ними так или иначе, они за мной наблюдают, и у всех у них не такая стройная фигура, как у меня, скажу в кавычках, да, и они все так за мной все равно присматривают. Вот есть повод, есть повод, здесь я могу сказать, что буквально вот на прошлой неделе, накануне этой конференции, я в магазине покупала, значит, чебуреки, блинчики, пельмени. И за мной стоит женщина, спрашивает, ну, как вам это нравится, такой очень вкусный магазин образовался в Санкт-Петербурге. И там мука, и там мука. Я ей говорю, да, нравится, все пробовала, все классно. Ну, типа, вы не боитесь, она меня так забачу. И я на автомате ей отвечаю, что раньше боялась, вернее, раньше вообще не боялась, и сейчас приходится. Спасибо, Свилформ помогает. То есть это у меня выскочило просто потому, что это уже на языке за 20 лет, и она-то уцепилась. Это что-то вы, говорит, принимаете, пьете. Ну, и в итоге мы с ней заговорили, я дала ей визитку, но я не насмелилась попросить у нее телефон. В Питере очень неохотно люди дают телефон, но, естественно, звонка нет. То есть если бы я уже была вот в тот момент вот в той горячности по поводу этого проекта, я бы у нее взяла почту, электронку, да, и на эту почту я бы ей уже отправила свою ресуральную вот эту страничку. Понимаете логику, да? То есть об этом мы можем говорить везде и всюду с каждым. И будучи вот внутри вот этой задачи, понимая сути цели, уже мы можем донести эту идею продвижения, идеи здорового образа жизни, правильного питания. То есть на это тоже можно мотивировать, что вас научат правильному питанию. Вады в том числе так. То есть вот здесь вот, значит, этот пункт, что не обязательно, помните, в прошлый раз было обязательно, покупка 47 с половиной. А человек с улицы, с холодного рынка, председший, он еще не понимает, зачем ему это надо. И вот это его сразу отфугивает. Ну, то есть купон за тысячу рублей, это да, какие проблемы за два месяца, за 500 рублей. Извините, звук убавляла, но все равно. Вот. И вот как бы наша задача вовлекать именно на здоровое образ жизни, правильное питание. Потом мы подходим к повышению узнаваемости бренда веженой продукции через проект, потому что там так или иначе будет, значит, говорится о продукте, ненавязчиво всеми участниками этого, как бы, проекта. И в итоге это увеличение количества лояльных потребителей продукции. То есть это главная цель, значит, то есть подводим итог. Если нет контракта и не надо пока, да, все желающие могут принять участие, не надо мотивировать сразу на старте и вообще говорить о том, что у нас какой-то там есть продукт, нужно просто пройти регистрацию, оплатить купон участника. Сейчас об этом мы чуть-чуть поговорим. Итак, номинации, объявлены номинации, то есть, да, можно говорить. Это я как бы уже рассуждаю сама собой, делюсь с вами, можете параллельно продумывать и подкидывать еще какие-то идеи в чате, да, как мы можем уже действовать на вовлечение. То есть объявлены там на страничке и в конференции, послушайте. Кстати, страничку вот свою вам сейчас я брошу в чат. Если кто-то не видел, пока посмотрите, если можете параллельно со мной. А я двигаюсь дальше. Значит, три номинации. Снижение веса. Когда индекс массы тела больше 30 и коррекция чекуры. Продвинутый набор мышечной массы, вот, ну, то есть продвинутый, как бы это, как это, группа продвинутых, а набор мышечной массы. Ну, вот я, скорее всего, пойду сюда, хотя вот можете мне, кто был в предыдущих проектах, сказать, что если вот у меня, допустим, вообще слабая мышечная масса, как же я смогу там выполнять физические нагрузки? Вот это меня несколько страшит, но я все-таки с оптимизмом смотрю в будущее. Вот, и как дополнительная мотивация, вот, картинка мне красивая попалась. Видите, молодые, стройные девушки на фоне зелени, да, то есть сейчас окно, ой, за окном зима и снег, и я радуюсь, что он еще в Питере не растаял, еще пару раз могу выйти на лыжах. А ведь уже вот-вот она весна через, меньше, чем через две недели, и уже дополнительный лозунг сюда усилить, что походя к пляжу, там лучший купальник, ты достойна лучшего купальника, ну и так далее. То есть как раз проект весенний, и это еще дополнительная мотивация вот к тому, чтобы, к тому, чтобы перейти, войти в этот проект. Ну и так, вот здесь я показала вам несколько кнопочек со странички, которые я вам отправила в чат, дальше она у меня немножко промелькнет. Страничка длинная, она мне показалась очень правильно сконструированная. Страница захвата, лендинг пейдж, это все одно и то же. Личная страница, на которой, значит, сначала есть вот на черном фоне вот такая голубая кнопочка «Стать участником проекта», а ниже на сером фоне есть вот, кто дочитал сюда, значит, есть кнопка «Перейти на регистрацию», и здесь уже озвучена цена. И отсюда, и отсюда, значит, переход производится вот на такое окошечко, где достаточно ввести свои данные, телефон, e-mail и поставить птичку, что я принимаю участие, и нажать кнопочку «Оплатить». И далее уже происходит оплата, и всего 1000 рублей за два месяца, то есть вот так тоже как бы ненавязчиво. И откровенно можно говорить, что такой проект стоит гораздо дороже, и это 1000 рублей куда пойдет? Она не пойдет в карман к организаторам, нужно вот организовать, при всем, компьютерное программное обеспечение, вот сессию и информационные ресурсы. Вот, и это, что называется, ничего. Но сразу же, когда человек, значит, оплачивает эту 1000, этот купон участника покупает, на почту приходит письмо. Ну, сразу же или на другой день, вот оно мне пришло. Правда, оно пришло больше там 40 раз, и продолжало поступать через каждые 20 минут. Я тут же написала Елене Коваленко, тут же вскоре получила ответ, с еще хорошими информационными комментариями. То есть связь очень быстрая и энергичная, позитивная. И вот здесь я вам могу еще раз показать, и может быть кто-то не знает. Смотрите, вот прямо сейчас вы можете, вот по той ссылочке, что я дала в чате, убрать мой номер контракта, то есть пойти с конца в адресной строке, и после знака равенства вписать вот по такой же форме, есть CD, допустим, если у вас либо 208- и так далее, писать свой номер контракта. И это будет уже ваша личная страничка. Я не услышала этого в конференции, ну потому как, как бы эту информацию дали, и страничка уже гуляет по сетям. Было, да, то, что страничка уже сейчас доступна, и каждый может сделать свою реферальную вот эту ссылочку, и уже начать, ну да, совершенно верно, вот вместо нулей вы заполняете своими, своими, так, секунду, время перебираю. Ага, да, извините. Торопимся или я закончу? У меня еще достаточно много информации. Напишите. Быстро не получается? Или качественно, или быстро? Значит, ну буду ускоряться. Хорошо. Значит, заполняете свои данные и получаете личную страничку, с которой уже можете работать, даже еще не купив купить участников. И учимся делать промоушен организаторам проекта. То есть проект, который начинался как из такого личного, личной идеи Марии Егоровой, вырос в тот проект, в котором участвует и директор по коммуникациям Елена Коваленко, делаем мощный проектор всем, значит, вот, главным участникам, организаторам проекта. И вот здесь я хотела важный акцент сделать, что, значит, участники проекта получают ленту новостей и чат в сессии. И он будет отдельным. То есть вопрос, который задала Елене Коваленко, прежде всего, они попадут сразу вот в наше, это вот бесконечно вот это, а почему, а когда и сколько можно. Нет, для новичков будет создано отдельное сообщество, куда они будут иметь доступ. И фактически они сразу становятся вашими дистрибьюторами, сразу становятся вашими, ну, то есть вы их видите в своей структуре. И вот на примере тех чатов, которые мы получили доступ в последнее время, которые организовали, значит, Светлана Этимова и Елена Кристофи со своими спонсорами, да, вот в Телеграме, например, чат по продукции Vision, туда приходят совершенные новички с миллионом вопросов. И они становятся уверенными, стабильными и склонными к приобретению продукта. Ну, это странички из вот самой, самой этой моей страницы. Значит, номинация для партнеров и товарных участников проекта, заключивших контракт с компанией до 13 февраля. То есть для нас, для всех признается победителем тот, чьи новые группы, построенные под новичками и участниками, выполняют максимальный совокупный товароборот за период с 14 февраля по 13 мая. Вот, то есть победит в итоге тот, кто сделает самый большой товароборот. И давайте вот думать, кому мы это можем предложить немножко, я об этом уже сказала. И вот эта воронка продаж, чем шире вот эта верхняя часть воронки, а расширить мы ее можем, ну, практически безгранично, да. Есть e-mail, есть все прочее, запущен обратный отчет. Вот, думаем о том, как это все расширить, обсуждаем, делимся. Вот, и в завершении я хотела сказать, что в субботу буквально я наконец всей семьей мы пошли в кинотеатр на этот потрясающий фильм «Движение вверх». И вот просто настоятельно рекомендую всем пойти и посмотреть, если вы его еще не видели. И вот эта энергия, вот эта сила и уверенность вожака, которая передается, ну, участникам, да, вот эта сила и энергия, и которая толкает к победе. И неизбежно, значит, вот эта победа неизбежна за последние три секунды. Вот я до сих пор нахожусь под впечатлением этого фильма. И вот сейчас уже завершаю нашу зарядку, приглашаю на следующей встрече. Думаю, что эта неделя уже получится у нас вот в другой эмоции, в другом состоянии. просто в невероятном позитиве. КОНЕЦ. КОНЕЦ.